приветствую вас на моем канале с вами Лилия Донскова и сегодня мы будем делать обычный дневной макияж но цель моего макияжа показать вам как можно маскировать такие штуки если вдруг вылезло где-то на лице что-то неприятное как это все выровнять сделать лицо однородным красивым и чувствовать себя комфортно ну что поехали и первое с чего мы начинаем конечно же это уход за лицом я его уже сделала в полной мере это было очищение тонизирование дневной крем под него сыворотка я сейчас пользуюсь осветляющей серией сывороткой и дневным кремом и крем для глаз то есть я все нанесла и следующий этап это праймер я буду использовать праймер из серии на вэйдж все таки я его очень люблю и мне нужно прямо такая маленькая капля праймера плоская кисть как обычно я пользуюсь и аккуратненько так я набираюсь руки и начинаю распределять праймер по всему лицу и обязательно по тем местам которые нужно замаскировать будет что дает праймер он он выравнивает тон сужает пор и делает лица таким матовым гладким и по нему шикарно ложится тональная основа она просто просто супер ложится чуть есть им такая бледненькая уже весь загар смылся хочется как-то освежить лицо следующий этап это тональная основа я буду использовать слоновую кость нет хочу другой цвет на возьму такой fire nude 33 156 эта серия aquabuse такой нежный приятный оттенок тепленький и он в то же время светлый потому что кожа светлая чтобы не было таких контрастов я делаю буквально полтора нажатия если мне не хватит я просто там добавлю беру такую плоскую пушистую кисть набирают он прям и сразу набираю как бы не пятном а если видите я руку использую как палитру и вот тогда начинаю наносить тон аккуратненько смотрите как мягкая нежная кисточка скользит по лицу то что лицо вообще как говорится не травмируется не растягивается с на одной половинке сделаем и посмотрим разницу сразу так и когда глазику подбираемся то тут аккуратненько может даже это пальчиком чуть-чуть помочь чтобы нечаянно кистью не тыкнуть себя в глаз так прорабатываем также века если челку носите значит под челкой аккуратненько все делаем и обратите внимание как на нашу тон то есть я волосяную часть вот так вот завожу тон то есть мы не делаем как маска контуром а делаем все очень равномерно и уводим если это говорить о шее то вот так вот наши то есть у вас лицо должно так вот перед зеркалом всегда крутится то есть вы не просто прямо так смотрите и делаете нет вы вращаетесь вы смотрите как вы распределяете что вот не было границ сразу все это растушевывать растираете если хотите сразу добавьте как только первый слой подсох сразу чуть-чуть второго половинку носа все сделаем вот смотрите вот просто нанесла тон кстати сразу по меркой тут крыш который вылез в необычном месте и как сразу выглядит лицо то есть обратить внимание здесь тона нет здесь тон есть разница очевидная уже лицо такое более приятное для вид для взгляда такое ровненько мягенько но это только начало и продолжим со второй половинкой сразу сделаем еще добавлю тон чуть-чуть я его не жалею чем хорошая кисть она тон берет прям по чуть-чуть распределяет ровненько тоненько мне так нравится как кисточка работает я уже так привыкла что я не какими блендерами там губками спонжиками пальцами я ничем таким не пользуюсь только только кистью и постирать удобно быстро как часто я кисть стираю тоже задают вопросы многие так не часто и могу сказать может быть и надо почаще ну как раз в неделю может побольше чем чаще стираете кисточку тем лучше делаем смахи так чтобы все было ровненько и просматриваем все лицо чтобы все идеально растеклось нигде ничего не не было перегруза ну по моему все достаточно с глазками мы еще отдельно поработаем все следующий этап это коррекция и я вам покажу сейчас корректор в которой влюбилась он серии зеван палеточка маленькая такая и в ней два оттенка корректора и пудра как им работать нужно плоская кисть моя любимая кисточку такая плоская кисточка кисти у меня тоже все из-за рифа никаких других кистей у меня нету посмотрите если нам нужно перекрыть синячки то мы используем этот розовенький корректор если у нас пигментация коричневая то мы используем этот вот желтенький корректор да там прыщики всякие то есть сначала я прохожусь вот мне нужно брать синего под глазами чтобы не было синяков я беру аккуратненько нахожу этот источник синего цвета откуда семафорит когда фингальчик у меня тут вена проходит и у вас тоже у кого-то сильно видно у меня кожа очень тонкая сильно видно прям так опять набираю второй глаз свите сразу разница то есть и досмотрите как круто прям глазик сразу высветлился и я не уводила далеко то есть я убрала только вот источник вот мы его убрали и тут сразу все высветлилось не надо перегружать кожу всякие маскирующими средствами конечно если вы собираетесь на фотосессию например или у вас какое-то мероприятие там надо выглядеть вообще сногсшибательно то конечно можно и корректорами поработать всякими штучками дрючками а если просто дневной макияж мне нужно просто свеженько хорошо выглядеть зачем мне перегружать лицо так теперь берем чуть-чуть кладем на эту зону пятна вот смотрите и он сразу становится невидимой самое главное вообще вам рекомендация не кладите блеск никаких блестящих теней никаких хайлайтеров на места где у вас воспаление потому что это будет сиять просто как светофор издалека теперь маскируем все пятнышки коричневые вот у меня например коричневое пятнышко я его беру аккуратненько шлеп 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 а краешки растаскиваю шлеп 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 краешки ну там пудра еще сверху пройдет беру следующее раз два три чего не повылазили в таких местах не жилось им спокойно чуть-чуть пальчиком можно или кисточкой прям аккуратненько сверху пудра ляжет вытащи круто и вот кстати вот пользуясь осветляющими средствами тут было прям большое пятно его нет а вот те которые такие точками мелкие они почему-то держатся и не пойму они хуже уходят тут у меня шрам небольшого с детства все я чуть-чуть замаскировалась мне это достаточно еще одна один лайфхак расскажу смотрите если у вас тип кожи это увядающее лицо то есть ярко выражены сагубные складки что с этим можно сделать нужно будет такой светлый-светлый корректор не пойму это у меня корректор или нет нет тушь для брови сейчас я найду нужно прям светленький светленький корректор такой помню куда я его делаю тушь сразу приготовлю вот он я просто взяла такой консилер чем светлее тем лучше вот вот такой у меня консилер тоже заван он идет с кисточкой губкой и вот он совсем светленький то есть смотрите все что у нас упала провалилась нам надо вытащить давайте вспоминать по дизайну цвета темная делает все меньше светлое больше то есть если мы одеваем белое платье там сразу таки ху-ху-ху в черном вообще страняшка страняшка посмотрите если нам надо вытащить до убрать тени вот это вот сюда от носогубок открыли нос и тут падают на стене потому что ну да вот такое строение лица например мы берем и сюда кладем беленькая вот сюда и растягиваем вытаскивая вот эту вот часть мы вытаскиваем и высветляем и вот она смотрите как будто бы да и ровнее становится цвет берем с этой стороны тоже самое нанесли тут можно кисточкой делать можно пальчиком как удобно главное не стянуть а вот не знаю как вам объяснить нас есть вот так это растащить чтобы она была именно вытащила вот эту штуку смотрите как бы носогубочки стали менее заметны и то же самое можно делать если морщинка здесь да где-то еще то есть беленьким она все вытаскивается коррекцию легкую сделали сейчас мы будем делать пудру я моя любимая кисть беру такую пушистую классную кисточку беру такую вот классную пудру она матовая серии за ван насыпаю пудры не экономим набираем на кисть надеюсь вам видно так набираем набираем и так надо постучать можно немножко дунуть для того чтобы не было в одном месте скопления пудр внушись приложим и в одном месте ляжет огромный кусок пудр да нам это тоже не нужно аккуратненько пудру распределяем добавляем еще пудры я теперь не экономлю у меня новая баночка стоит серия giordani gold пудры я уже не чаю когда начну и пользоваться то что нам не очень-очень нравится так и лобик проходим все и сейчас делаем румяшки я всегда отхожу делаю шаг назад смотрю общую картинку как это все выглядит если вот мне нравится тон то все он ровненький стал идеальный то я довольна уже берусь за румяна мне очень нравится такая кисть для румян и румяна я возьму вот из такой баночки румяна в шариках я их очень люблю наконец-то да сейчас кожа светлая стала уже бронзовыми пользоваться я не могу и пользуюсь такими светлыми натуральными они кстати вот по моему в каталоге или будут или были может сейчас не помню мы были в прошлом с хорошей скидочкой с девчонки там берут на ура теперь как румяна наносить но аккуратненько прям раз приложили отпустили никаких перегрузов там чтобы это не было по полосами какими-то если чуть-чуть раз немножко лицо просто освежилось мы же не матрешки с вами дунули положили дунули чуть-чуть и сравниваем чтобы до лицо мы все время крутим у нас она не стоит на месте мы куда наносим туда должны повернуть и посмотреть может быть чуть-чуть надо побольше обратите внимание румяна не надо наносить вот если прямо смотреть и середина зрачка вот такая линия вот сюда уже за эту линию не надо лезть румянами то есть вот они начинаются вот отсюда то есть это маленькая такое нежное пятнышко которое мы наносим осталось чуть-чуть на кисточке капельку на носик длинный на кончик носа темная помните да это будет темный цвет и он спрячет можно по бокам носика там положить лучше конечно обязательно смотреть чтобы это были не блестящие румяна который там блеск дадут ну и все все выровняли личико готовы сейчас беремся за брови брови это зеркало нашего лица то есть это рама для нашего лица я беру беру такую кисть плоскую беру к мой любимый корректор для бровей серия the one обожаю его там внутри есть кисточки да они тут спрятаны в чемоданчике но я ими практически не пользуюсь только если я куда-то уехала и забыла взять кисти и начинаем так уложили брови расческой у меня как вы видите брови самые обычные ничего в них такого нету они требуют коррекции и поэтому будем корректировать и набираю прям вот из кюветочки смешиваю сразу чуть-чуть беру здесь и чуть-чуть здесь и начинаю наносить вот такими отрывными движениями как будто будет по росту волосков дело вот дальше уже набирая только темный цвет сейчас поближе стану и начинаю прокрашивать верхнюю линию брови довожу вы до момента когда мне нужно и делаю изгиб с чем удобно вот эта кисть то что она такая упругая жесткая очень послушная это в кисть из обычной коллекции тут же делаю низ 1 2 3 вот так вот я увеличиваю брови чуть-чуть искусственно прокрашивая провод под бровями этим же цветом смотрите бровь становится сразу шире и этого не видно вот так вот раз раз хвостик самое главное хвостик вниз не увидите в брови на вовремя его закончите не надо его делать слишком длинный то есть бровь она вот тут должна закончиться если проложить линию между то есть от края до от крыла носа край глаза и вот тут заканчивается но это линия чисто визуально все можно определить так сравниваем брови всегда смотрим о какие брови посмотрите как лицо преображается сразу когда бровь вычертилась уже сразу глаз какой-то выразительный да тут смотреть или тут принципе уже можно только ресницы накрасить губы и и все и готовы в бой и делаем сразу 2 и сравниваем 2 и 1 все время сравниваем потом мы сделаем еще закрепление расчешем уложим окончательно главное еще правильно держать кисточку свить как я и поворачиваю этим длинным кончиком всегда держу в противоположную сторону от движения челка с этой стороны длинная мне конечно плохо видно но брови должны быть идеальные потому что и одинаковые потому что если ветер дунет и эта бровь откроется то должно быть идентично все представить такая еду пчелка взлетела тут бровь такая тут такая может это не так заметно кому-то но я то знаю это знаете девочки как с бельем да его никто не видит но я то знаю что на мне красивое белье и сразу повышается самооценка и поведение да и как-то это отношение других это бровь левая нравится больше чем правая их чуть-чуть теперь сравниваю еще расстояние между бровей смотрите разное сделала вот подрисовала так с бровями конечно приходится повозиться чуть подольше но она того стоит так беру теперь гель мне тут удобно краситься у меня есть как раз вся моя косметика беру гель для бровей и ресниц этот тюбик у меня специально только для бровей чтобы их уложить и причесать вот этим гелем я укладываю то что он делает он снимает излишки если я хоть навела в начале и он сразу фиксирует брови они выглядят абсолютно идеальными как будто бы это мои натуральные брови есть такое ощущение вы также делаете вот надеюсь ну что-то полезное сегодня узнаете следующий с глазками я очень люблю наши стойкие матовые тени сделаю сегодня макияж таких серых тонах возьму такие два флакончика основа светлая и краешек будет такой дымчатый сероватые смотрите просто наношу тоненьким слоем ничего лишнего если вдруг куда-то вот вот ляпнула лишняя если эта кисточка не растаскивает у вас под рукой всегда должны быть кистя гляне такие вот маленькие пушистые кисточки которыми тут же раз и лишнее и границу сделать такой незаметненькой тут же 2 глазик делаю излишки сняла и наносу я туда же краешек не вырисовываю потому что на краю будет у меня второй оттенок серенький так почему матовые тени сейчас хороши потому что вот чтобы вот эту штуку не засветить нам чтобы например матовая такая же осталась видите вообще не видно такой вылез свищик бывает иногда крайне редко кстати когда стала пользоваться на вэйдж у меня вообще все прыщики прекратились я потом прочитала что помогает справиться с этими проблемами воспалительными кстати дает легкое осветление кожи тут и так стараюсь поаккуратнее вывести эту галочку вы смотрите как у вас строение глаз если надо повыше делать или пониже чтобы глаз был открытый и вот формочку держим вот эту форму то есть не вниз тени и уводим а как бы так вверх чуть-чуть чтобы приподнять угол глаза тогда глаз будет смотреться более свежим молодым и игривым таким но не слишком высоко то есть надо рисовать маски какие-то там клоунские то же самое здесь и сравнивайте два глаза теперь нужно сделать их одинаковыми тогда будет все ок так и быстренько пока не высохла берем это же пушистую кисточку и убираем все границы аккуратненько границы тушую вот раз второй глаз ну чтобы картинка была закончена нужно обязательно подвести глаза внизу беру серый карандаш giordani gold шикарно классный карандаш и прокрашиваю вот эти вот все места кстати если вы не знаете как нарисовать стрелку или вас ну никак не получается берите вот так вот делать сейчас я вам покажу красоту чуть-чуть подвожу в ресничках все равно будет тенями сейчас тушеваться и вот так вот держите вот смотрите довела до угла и так вверх оп оп прорисовала очень прикольно теперь что дальше дело беру тут стрелку рисую 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 и вот сюда ее убила то есть вот он получилось как будто бы я снизу помогла поднять глаз делал такую стрелку далее заполняем вот это пространство которое у нас осталось светлым об васик поднялся видеть до вязание ну и стрелочку дорисовываем такими отрывистыми линиями я соединяю их друг с другом заполняю уголочек и делаю второй глаз тут же вот получился такой кошачий интересный глаз прорисовываю нижнюю часть в ресничках подняла вверх об одной линии прям все готово и уже соединяем вот как просто нарисовать стрелку потому что многие не могут стрелку нарисовать мучаются то туда не вышло то туда но конечно если у вас века нависшая то вам со стрелками совсем по-другому работать там технология совсем другая можно вообще без стрелок обходиться кстати и еще хочу сказать не делайте слишком острый карандаш то есть он не должен быть тупой но не слишком острый потому что вы можете поцарапать там глаз слишком тонкая линия будет резко все-таки карандаши они любят такие мягкие плавные переходы теперь сравниваем по моему все одинаково сейчас тенями доработаем а для того чтобы поработать тенями мне нужна будет вот такая вот плоская кисть палеточка моих любимых теней вери не скоро кстати будут новые тени ведь я активно пользуюсь мне здесь не нравится дизайн палетки она вот вся как-то ободралась некрасивая люблю все очень красивая но как бы выбирать не приходилось и сейчас что самое интересное я возьму такой вот кофейный оттенок и им проработаю вот это вот стрелочку несмотря на то что она тут у нас серая но он такой коричнево-серый оттенок что прекрасно сочетается с этими матовыми тенями и я чуть-чуть тут не надо много прям капельку прорабатываю растушевываю и вот эту стрелочку тоже растушевываю чуть-чуть вот то что должно получиться как бы не одна линия а легенькая тушевочка идет с этой стороны тоже самое раз-два-три-раз-два-три тут чуть-чуть жестковатая линия поэтому берем опять пушистенькую кисточку и вот так вот чуть-чуть тушу и в уголок нужно положить тоненький тоненький такой акцентик беленький берем другую чистую кисть и светленький такой маленький блик мы кладем в уголочек опять же это если мы хотим глаза раздвинуть от переносицы чем у нас глаза ближе сидят переноси тем дальше их надо раздвигать то есть акцент темных теней идет на внешнюю часть вот так вот аккуратненько держим кисточку все прекрасно ресницы губы и макияж готов я буду использовать новую тушь the one 5 в одном xxl прикольная кстати тушь я не сразу к кисточке приспособилась у нее кисточка чуть-чуть измененная теперь не как он была в 5 5 в одном она чуть-чуть удлинилась ой мазнула но ворсинки как будто бы стали чуть чуть длиннее в нижней части кисточка достаточно удобная сразу то что же я сегодня ляпаю даже болтаю до болтаю и крашусь конечно же разные макияж получается так то что ляпнули не пытайтесь сразу побежать стирать дайте высохнуть сейчас я вам покажу как это убрать легко и просто не пугайтесь всегда делаю два-три слоя тушь первый слой его задача стоит проработать от начала роста ресниц прям туда темненько и легло особенно если реснички светлые он уже подсох и мы снимем так обработаем так чуть-чуть набирает уж пока этот сохнет я нижние сделаю кисточку держите как вам удобно конечно чтобы подлезть везде даже самые такие труднодоступные уголочки как вот например сейчас такой спутала хорошо распутывает реснички тушь ложится прям аккуратненько мне нравится и вот смотрите такой момент когда я крашу обратите внимание вела 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 раз остановилась подогнула подержала и туда вот завела их с реснички мы сразу же подкручиваем и укладываем и следим чтобы они не спутались вот вроде бы все окей теперь берем вот эту щеточку который я причесывала брови где она у меня щеточка отзовись потеряла щеточку и реснички можем разделять и брови мы берем аккуратненько и снимаем киноляп и тут внизу чуть-чуть дотронулась все магия и ничего как говорится лично так все вот у нас готов макияж глаз правее такой достаточно выразительный все-таки получился макияж и сейчас я сделаю губы покажу вам помаду новую матовую возьму для этого контур сначала один из моих любимчиков такой красивый кофейный оттенок чуть-чуть губы увеличила так так и чтобы завершить надо в уголочках покрасить и теперь затушевать все все поверхность немножко так контур готов теперь беру эту легендарную помаду я всем про нее рассказываю пряный какао у меня оттенок такой цвет классный конечно же обязательно кисточку я беру кисть набираю прям с этого диска помада и аккуратненько тонким слоем наношу так так и так 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 и Вот такой натуральный какао-напиток у меня на губах, ну очень классная помада. Чем мне она понравилась, то что она не сушит губы, я очень переживала, что будут сохнуть губы, что будет мне некомфортно, но на самом деле все окей. Вот такой вот легкий макияж, показала вам несколько лайфхаков. Пишите в комментариях, что понравилось, что было полезно. А может быть какие-то вопросы есть, я всегда на них отвечаю, может быть есть какие-то идеи для новых макияжей, пишите. Будем обдумывать, как это все отснять и показать сразу на деле. Подписывайтесь на канал, лайк не забывайте поставить и нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещения о наших новых видео. С вами была Лилия Донскова, до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Все. До свидания.